Сейчас мы с вами находимся на одном из гидротехнических жизнеобеспечивающих сооружениях на территории Балаковского муниципального района, которое было повреждено местным паводком. Это гидротехническое сооружение, земляная насыпная плотина вблизи населенного пункта Майяна. Протяженность ее около 100-120 метров. Как мы с вами сегодня посмотрели, здесь образовался проран в середине данного гидротехнического сооружения. Где-то порядка 10 метров и глубиной 2 метра. На данный момент идет сход воды по местному паводку. Вот этот каскад гидротехнических сооружений, который захватывает населенный пункт Майянга, это гидротехническое сооружение, это населенный пункт Приханых, у Торбителя, где находятся гидротехнические сооружения, они напрямую зависят от подъема уровня воды по половодию, связанная с прохождением воды по реке Волга. То есть подъем воды от нормальной отметки, нормальная отметка это где-то уровень нижнего бьефа 15, подымается в период половодия 22,5-22,8, вот это порядка около 8 метров. То есть вот эта вот сзади нас, которая равнина, она практически все заполняется водой. И зачастую бывает, что вода идет спять и по рекам, которые впадают внизу, вот здесь от плотины Саратовской ГЭС, и гидротехнические они, сооружения, которые начинают наполняться водой. Основная задача при проведении аварийно-восстановительных работ, это поймать тот момент, когда уровень нижнего бьефа установится и больше возрастать не будет, и начнет постепенный спад воды. Вот в этот момент самое основное провести аварийно-восстановительные работы, чтобы запас данной воды вот в этом водоеме, он остался на летний маловодный период. Также хочу заметить, что уровень воды в данном водоеме, он напрямую влияет на уровень грунтовых вот в данном населенном пункте, из которого со скважин проходит водозабор для хозяйственно-ботового водоснабжения данного населенного пункта. Это тоже немаловажно. Пиковые значения в основном по многолетним наблюдениям, они приходятся на майские праздники. То есть это, как правило, в период по опыту где-то с 5-6 мая и где-то до 15 мая. Потом идет постепенная стабилизация и потихоньку начинается снижать, то есть доходить до нормальной отметки, уровень нижнего бьефа, естественно. И все водные бассейны, все луга, та местность, которая была во время половодия открытия холостых сбросов на Саратовской ГЭС, подтоплена. Вот, естественно, начинает она осушаться. На текущий момент это у нас проран основной имеется вот здесь. Также хочу заметить, что у нас разрушенное гидротехническое сооружение имеется на хуторе Бетеляк. Как прогнозировалось, что будет большой паводок, вот, сказалось, очень засушливое лето 2018 года. Если реально брать, то больших дождей за прошедший летний период 2018 года прошло только три. Естественно, осенью, вот, когда мы ездили по сельским населенным пунктам, почва была очень сухая, большие расщелены в почве. Естественно, вот тот снег, который выпал зимой, он по местному павлу практически весь ушел в воду. Сейчас вот на данный момент где-то промыкание, называется, почвы, где-то порядка 60 сантиметров. И то он не дошел до нормального уровня. В некоторых местах это где-то порядка 80-90 сантиметров. Как только позволят погодные условия, как только позволят стабилизация обстановки по половодию, естественно, аварийная восстановительная работа будет проводиться.